Итак, привет, с вами Добгай, и мы продолжаем играть за Австрию. Смогли победить мы Германию, и сейчас накажем всех, кто собирался ей помочь. Но вы, если вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, мы же продолжаем. Так, наши дивизии перебрасываются на восток, на юг. Сейчас вот эти все доедут сюда. Потом вот этих полностью отправим сюда, и будем готовиться к контуру наступления в Италии и в Румынии, в принципе, одновременно. Также тут я решил доделать все горняков, и сделать их, в принципе, побольше. Я думаю, это, знаете, каким образом сделаем, переделав здесь вот всю пехоту горняков. Я думаю, нам это должно подойти. Этих ребят так многовато, еще многовато, самое то, сколько мы можем. Вот, это как раз-таки наш максимум, прекрасно. Нам подойдет. Сейчас они пополнятся, потому что у них шаблон чуть-чуть, типа, больше. После чего... Давайте вот этих перебросим теперь сюда. И будем начинать наступление. Итак, получили мы вот это вот отвратительное, называемое, улучшение армии. Да, но на самом деле, да, так себе, так себе. И мы это будем только ухудшать. Ну, что поделать, давайте будем подходить к Чехословакии и будем разбираться с ними. Минимум, я думаю, нам стоило бы взять и подрезать бы немножко войска румынские. Можем мы взять их поокружать вот здесь вот. Я не вижу в этом никаких проблем абсолютно. Поэтому именно так мы сейчас и сделаем. А потом, когда войск почти не останется, просто добьем их. То есть вот эти дивизии готовы. Сразу же связываем боем вот здесь вот дивизии и пересекаем речку дальше. Здесь делаем примерно то же самое. Прекрасные маневры. Сразу же. Пытаемся продвинуться вот сюда, блокируя еще и здесь параллельно. И еще шесть дивизий. Прекрасно. Просто половина армии румынской была уничтожена в парочку простейших абсолютно маневров. Что-то говоря, у нас 51 фабрика, и поэтому мы выполнили вот это вот задание. Потому что мы, ну, нас захватывали, плюс уже подстроили, плюс подчинение что-то поднимается. Но вообще в Германии проблемы с подчинением однозначно. Давайте, наверное, подделаем вот это вот нашими шпионами. И подделаем апгрейд на ударение партизан. Это ванила, так что мы пока что ничего с этим больше сделать и не можем. Во-первых, еще одна дивизия окружена. Здесь пробуем побольше. Смотрите, мы можем с Сочи к Словакии, можем все их политические отношения порвать. Тут только грати и независимость от Румынии, так что плевать. Давайте попробуем договориться. Мы потратим политку, стабильность и варсаппорт и двинемся влево. В целом, нам пока это нормально, потому что потом, если что, мы направо и так дойдем. И потом мы сможем попробовать потребовать аннексации. Звучит, если говоря, неплохо. И получим все это корками, а они там как раз наделали кучу приятных фокусов. Это опять куча промышленности у нас будет. Прекрасно. Здесь, кстати, пытаемся также продвигнуться дальше и поделать еще окружение. Окружений много никогда не бывает. Думаю, это и так понятно. Если говорят, смотрите, приходит к власти другой парень в Румынии, так сказать. Там король отрекается от престола. Но я думаю, понятно, что он понял, что все. Его политика была неправильной. Надо было просто не вступать в эту войну против Австрии. Австрия все-таки держава непобедимая. Но и он, новый человек, тоже не собирается сдаваться. И это тоже приведет его к концу. Здесь еще одни окружения, еще одно окружение. И мы, конечно же, пытаемся сделать еще окружение. И пробуем еще сделать. Но я думаю, это уже, наверное, и не получится. Впрочем, мы все еще пытаемся... Других на их стакане. Здесь тоже еще две дивизии. И здесь, скорее всего, еще одна попадется. Прелесть. ЖД потихоньку подстраивается. И можем двигать и наше железнодорожное орудие. Но оно, конечно, немножко опаздывает за нашими войсками. Потому что ЖД надо восстанавливать перед ним. Ну, допустим, что здесь еще происходит окружение и, в том числе, болгарских войск. Они здесь тоже находятся. Да, вот еще одно окружение прекрасное. И сейчас мы попробуем сделать вот здесь вот еще снова одно. Прелесть. И да, смотрите, на севере одна дивизия окружена. Прекрасно. Здесь пробуем, давайте-ка, еще одну окружить как-то. Здесь три дивизии тоже получают окружение. Как это все прекрасно. Здесь можно тоже попробовать успеть. Можем не успеть. Как повезет. Видите, тоже стабжение не успевает просто за нами. Видите, здесь даже каким-то образом немецкая дивизия есть. И какие-то итальянские сюда были переброшены, дивизии. Но это все они просто перебрасывают свои войска на смерть. Очевидно. Для нас. Кстати, черт, здесь надо, да, вот так сделать. У нас еще, кстати, есть какая-то смешная авиация. Можно было бы попробовать ее использовать. Она даже что-то, кстати, успеет сделать. Свою авиацию мы пока еще не успели начать строить. Пока что только-только набирается эффективность. Так что до наших самолетов еще далеко. Но они будут хорошими. И в свое время мы их, я думаю, построим немало. Итак, пробуем договориться. И требуем аннексации. Талькс Игра все еще продолжает нас атаковать. И Таля потеряла уже 560 тысяч. В основном здесь в атаках. Но частично, я думаю, еще своими войсками в Германии. И теперь в Румынии. И, видимо, в будущем в Болгарии. Говорится, они смогли смириться со своим поражением. И куда это вас привело? Вновь к Австрии. Кстати говоря, мы Бухарест сейчас забираем. И советы забирать себе Бессарабию. Но очень странным образом. Видимо, это связано с тем, что остальная Бессарабия немножко не румынская. Вот мы забираем уже Бухарест. А, и с этим, в принципе, капает вся Румыния. И нам нужно срочно вот здесь вот войска блокировать. И не давать им отойти. И вайпнуть. Получится еще неплохую часть, получается, подгора итальянских войск. Релиз Польши, кстати говоря, в итоге капитулировала. И только Германия в Восточной Пруссии таким вот кулачком здесь осталась. А здесь же войска добиваются. Да, не вижу у них никаких вариантов на спасение. Официальные силы следуются. И потихоньку будем им тоже бафать. Потому что, ну, они у нас вроде как сильные. Их достаточно много. Здесь добиваем последние остатки терми. И сразу же продолжаем наступление отсюда. Здесь наступать будет намного проще, чем до этого. Потому что тут нет реки. В отличие от этих территорий. Хотя, впрочем, мы через реку можем атаковать. Я в нашу армию более чем верю. Давайте вот эти дивизии окружим. И потом продолжим наступление на запад. Эти дивизии уже никто, конечно, не отпустит. Да, вот здесь вот окружение. И продолжаем мы двигаться вот сюда. Чехословакия согласна. Смотрите. Какая прелесть. Какая действительно прелесть. Мы получаем все эти дивизии. Ой. Чтобы понять, кто из них опытный, а кто нет. Давайте сделаем просто вот так. И у кого-нибудь опыта удалим. То есть, в принципе, большую часть. Типа вот этого всего. Это все у нас пойдет в гарнизоны. И в... Господи. И в новую дивизию. Прекрасно. Это мы все пропускаем. Можем интегрировать Чехию. Можем получить, если говоря, ячейку исследований. Я бы это очень хотел. Давайте это, наверное, и сделаем. Встреча с лаки. Дивидит нейшн. У нас ее нету. Прекрасно. Давайте тогда в слот пойдем. Я смотрю, что я могу получить еще пять дивизий горняков. Соответственно, ровно столько я и делаю своих текущих. Прекрасно. И зажимаем теперь здесь армию. Оставшуюся. В принципе, достаточно скоро. Думаю, они падут. Но стоит только взять Софию. И примерно это и будет концом Болгарии. Тут еще, наверное, вот сюда надо нам пройти как-то. И поджать по бокам. Типа вот этих провинций. Зажимаем здесь армию. Плюс... Так. Надо только остановить. Плюс... Оставляем капитулировать Болгарию, я полагаю. Да. Прекрасно. И эта армия вся мертва. Я все еще не спешу атаковать Италию. Потому что, во-первых, мне нужно подформить опыт. Это всегда полезно. А во-вторых, потому что у Италии здесь тоже немало войск. И я поджимаю потихоньку Италию. И получаю себе промышленность. Смотрите, у нас уже 90 фабрик и 92 военных завода. Это очень сильно нам от Чехословакии много досталось. Ну и так понемножку там-сям. И, кстати, мы получили себе нефть от Румынии. Это прекрасно. И сейчас, наверное, в слоте, который мы получим, я бы синдетику исследовал, потому что у меня нет резины. Было бы хорошо ее получить. Наверное, сейчас территория греческие, но меня это мало волнует. Нам нужно просто добить здесь все войска, которые я вижу. Здесь окружаются солидные... Сколько здесь было? 8, 9 или 9? И на этом моменте, да. Смотрите, 4 миллиона потерь от Австрии, которая понесла всего 300 тысяч. Это мы еще Италию всю не капнули. Кстати говоря, насчет Италии. Греция-то не может сама пооброняться здесь. Давайте дадим Италии сюда завести войска. Я бы так сказал. В идеале вообще, чтобы она забрала эту провинцию, чтобы я ее себе мог отобрать. И сейчас поучаствуем в Албании здесь в войне. Я бы хотел, наверное, на Грецию. Так что там у нас происходит? Ничего интересного пока что. Вот, я бы хотел, наверное, на Грецию тоже напасть. Но я думаю, мне не дадут, скорее всего. Но мы можем попробовать. Потому что это дало бы нам неплохие преимущества. С другой стороны, наверное, стоит просто пока действовать по фокусам. Так что пока, наверное, не будем. Так, мы скажем, что-то подъехали. Да, Греция как раз в союзники входит. Так, там нам начал Черчилль рассказывать свои охотительные истории. Значит, что... Да, Италия напала на союзник. Знаете, типа, мысль такой, что исправить ситуацию? Что исправить ситуацию? Давайте хуйнем по Франции. И все? Как это исправить ситуацию, никто не знает. Нас предлагают... Нет, мы-то не пойдем. Но теперь Италия воюет с союзниками. Примерно так, наверное, и было в истории. Я как бы не эксперт, но по-моему так и произошло примерно. И теперь мы здесь зажимаем итальянцев. Я бы даже нажал галочку. Не стесняюсь практически. Потому что, ну а что стесняться, когда итальянцы вот так вот отступают позорно? Примерно достаточно исторически, я бы сказал, будет здесь вот кеймплей. Италия насасывает Греция. Еще и форсированную атаку нажимает. Но это совсем смерть. Я сюда самолет сейчас перекину. И они еще и от самолета действительно получают. Единственные минуты сюда не могу перебросить ЖД. Но, если я сделаю вот так, то смогу. Соответственно, делаем вот так. А это вот эти вот все дивизии интегрированные. Перебрасываем сюда. И пускай они подобучаются пока. Горы, конечно, пробивать неприятно. Совсем неприятно. Особенно не имея здесь нормального снабжения. Впрочем, мы все еще пробиваем их. Но я чувствую, что нам было бы хорошо остановиться. Хотя, видите, итальянцы не успевают просто реинфорсить эту границу. Что приятно для нас. Ну что я думаю, давайте, товарищи, начинать наступление вот сюда. Пожалуй. Почему бы нет? Если мы сейчас подожмем итальянцев вот отсюда. А я думаю, мы подожмем. То мы сможем, в принципе... Вот давай я поделюсь в армию. У нас, конечно, здесь не хватит авиации. И давайте все-таки это исправим. Пожалуй, все наши самолеты отправляются вот сюда. Кстати говоря, у нас, наверное, должно быть больше самолетов. Мы же не захватывали. А, и мы уже... Мы уже напроизводили. Давайте все, что есть... Вот сюда. Да, наша производство, кстати, неплохо идет. Если она неплохо, нам не хватит алюминия. Это потому что у нас экономика открыта и нет техов на ресурсы. Да, 2,5 лет в день это неплохо, я вам скажу. Так что наступаем. И сейчас сможем окружить эту армию. Отлично. Здесь окружение готово. Давайте теперь эти войска сюда стягиваем. И душим их в этом направлении. Здесь, я думаю, давайте просто уберем приказ и пускай там греки сами справляются. Мне не сильно интересно. Это орудие можно отправить просто вот сюда. А еще одно будет помогать. Здесь прорываемся к силам. Где-то там нас ждет адмирал Хорти. Кстати, эвакуировавшись из Венгрии. И мы просто прорываемся. Давайте нажмем просто галочку, потому что, ну, а что нет? Если мы можем. Вернули мы Тироли, кстати говоря. Получили сразу горку на него и переименовали. Получились, смотрите, куча поддержки войны, стабильности, политки. Политку вообще некуда девать уже. Ну, приятно. Здесь нажимаем. Тут осталось немножко, но все еще есть. У итальянцев потери уже 1,3 миллиона. Где не столько итальянцев нашли в армии? Хороший вопрос. Но кто-то, видите, все-таки есть дурак. Пошел. Сюда мы идем, вот сюда. Верно же? Вроде да. И наши войска пересекают речки здесь уже, да? Да. И как-то они очень неактивно нападают сюда. Теперь должны поактивнее. И почему-то орудие здесь не работает. Кстати, видите, да? Я вижу, что она не работает. Это странно. Потому что оно... Да, оно считается, что оно перемещается, наверное. Да, скорее всего, так и есть. Да, видите, это работает. Поджимаем сюда также. Италия будет убита вовремя. Можно, кстати, нажать вот это. То, что я забыл нажать против Германии, кстати. Поделим сейчас имх армии пополам. Бавим эту и продолжим движение потом на юг. Забавный факт. Это Франция при такой вот ситуации умудрилась как-то еще провинцию сдать. Ой, Италия, смотрите-ка. Бля, ну сейчас союзникам отдадут. Сто процентов. Я уже чувствую это. Там у Солини переворот произошел. Ему кто-то дал в рот, как говорится. И теперь... Да, ну пока, пока нет, кстати говоря. Наверное, должно быть скоро. Непонятно. Или, или типа неуспешный. Непонятно. Итак, эта армия, считайте, добита. Прелесть. Средизм мы с французами посмеялись над тем, что они еще и провку сдали. В каких условиях. Они поплакали, а мы продолжаем наступать в Италию. Теперь на Рим идем. Эти войска все можем мы отозвать вот отсюда. И так же вот отсюда. Давайте дождемся, пока прибудут все и наберут планирование. И плюс переведем сюда ЖД орудия. Они здесь нам тоже пригодятся. Посмотрите, сколько у нас цветов в сто процентов инфраструктуры. Это просто прелестно. Хотя они каким-то очень странным образом разделили свои войска. Почему-то они почти все на севере. Вот здесь вот, в северо-западе точнее. Возможно, они не знают. А, ладно, это было, видимо, 3-2-2, как говорится. Ага, ага. Нет. Прочитаю, это, ребята, было 3-2-2. Мув. Видимо, от Италии. Она сдалась. Трон не дефает. И мы можем спокойно забирать себе всю Италию. Вообще, пятую скорость поставить. И поставить здесь третью агрессивность. Потому что, ну а что они нам сделают? И марионетка наша. Слава богу, было бы странно, если бы это была не наша марионетка. А Франция, которая схватила тут две провинции. И сама чуть не проиграла еще войну. По классике спамят нам своими инвестициями. Нет, спасибо. Я не буду вкладываться в биткоин. И вот оно. Успех. Румыния. Так, давайте подумаем, что нам нужно анонсировать, что нам можно не анонсировать. Наверное, плюс-минус все. Потому что это ванила. И у нас на очень много чего есть клаймы. И вот мы и закончили. И, наверное, очень не хватало нам что-то отдавать. Но в итоге они отдали нам все. И есть Астрицкая Италия. Мы потом, наверное, границы немножко подфиксим. Когда я пойму, что мы можем интегрировать. А что нет. Потому что у нас здесь какие-то фокусы еще, видите, есть. И пока не очень понятно, до какой степени мы можем все вернуть, как говорится. Но в любом случае, товарищи, давайте сделаем все вот это. Просто потому что можем военный парад провести в Италии. И уже в следующей серии мы будем смотреть, куда нам там дальше. Наша судьба наша будет вести. У нас тут Польша есть. У нас тут Балканы есть. Сербия. Я так понимаю, Ягодславия. Наверное, потом. И что-нибудь со Советским Союзом. Так, в Германии все понятно. Да. В общем, в общем, тут все. Дома, ребята, посмотрим до судьбы Германии. Вот я правильно сделал. Давайте пока подождем. Там потом будут решения. Ну, с вами был Лубкей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твизи, скрутбрусти. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok